Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 мая, вот только что я рассказывала вам, как формировать сорт Настенька. И чтобы не удлинять тот видеоролик, я решила мое мнение об этом сорте снять отдельно. Потому что кому-то нужна только формировка, а кто-то хочет вообще познакомиться с этим сортом и узнать о нем поближе. Вот у меня Настеньки растут, вот видите, стройный такой ряд. И видно уже с первого взгляда, что у них очень толстый стебель. То есть этот сорт как раз относится к числу тех толстоногих, которые я всегда рекомендую для людей с проблемным климатом выращивать. То есть вот у нас в Сибирском регионе, у меня Сибирский регион, Алтайский край, меня выручают эти томаты на улице, в теплице, везде. На пачке производитель очень скупо говорит об этом сорте. Сорт детерминатный, низкорослый, 50-75 см, плоды от 300 до 500 грамм, возможно выращивать без посынкования. Но если бы производитель хоть немного позаботился о наших огородниках и хотел бы донести более полную информацию, то он, конечно, написал бы, что вот этот сорт толстоногий, он не вытягивается в рассаде, он очень удобен в выращивании, именно в обслуживании, можно просто дежурным уходом обойтись. То есть посадил его, привязал там, вот я к колу, например, к коловой культуре, можно не посынковать, можно, он, вот из-за такой, как структуру листа, я всегда говорю, что вот эти толстоногие, у них листик толстый такой, мясистый. Вот из-за такой мясистой, толстой структуры листа, эти листья выручают томаты в любых погодных условиях. Я вот только что выкладывала сегодня про град, что Демидов не пробил град листья толстые. Такие же листья у этой Настеньки. Во время ветра она сильно не болтается, не мотается, но вы видите толщину ствола, что она устойчивая, видите, мой мизинец, и вот это уже верхняя часть, а внизу вообще она как дерево. Ветром они не болтаются, они не плакучие еюшки, они не гнутся, град не пробивает листья, мелкий град не пробивает, но крупный пробивает. После вот этого града быстро листья восстанавливаются, они не отмирают. И вот это именно тот сибирский сорт, который вот в пару с Демидовым может вот такой идеальный дуэт создать для выращивания в зонах рискованного земледелия. Вы видели, как я выращиваю в тоннелях? Я высадила, когда люди были все в шоке, снег идет, баб снежных лепим, Настенька и Демидов сидят у меня в тоннеле. Было минус три, было минус четыре на улице, естественно, там ничем сильно не подогревалось, но две свечи, которые я ставила, я даже вообще не воспринимаю, это детский лепет, это не считается за стабильный обогрев. Настенька там выжила прекрасно и Демидов выжил прекрасно. Люди некоторые мучаются, ищут, хотят подобрать сорт, с которым бы было мало хлопот. Вот занятые огородники, кто на работе, кто, например, пожилой, в силу возраста, не может сильно много дать этим томатам, лишний раз и не наклониться, и не полить. Им и не нужен сильно полив. У них листья, смотрите, какие, как бы вам сказать, у них там большой запас в этих листьях. Вот как прошел дождь, они напитались, они такие сочные, они такие мясистые. И потом они могут долго быть без воды, потому что у них листики не тоненькие. Они на жаре не вянут. И вот тот, кто, я их рекомендовала даже тем, кто занимается продажей рассады, они не вянут на базаре по два, по три дня. У нас вот знакомые, кто продают, они говорят, но Демидов и Настенька, они неубиваемые. И никакое пекло их, и никакой их мороз. При подмерзании они обрастают. И вот если меня послушать, кажется, ну вот вообще универсальный сорт неубиваемый. Но это действительно так. Это вот сорта именно выведены для сибирского региона. У нас ведь очень сложный климат. Кто в этом году смотрел мои видео, они видели. То град у меня, то мороз у меня, то какие-то у меня бури. Заморозки неделю были, снегом нас укрыло, и все, 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 все. И все это пережили томаты. Вот и сейчас они стоят на улице. У меня сегодня 3 градуса на улице, и будущая ночь будет 3 градуса. Ничем уже не укрываю. Стоят на улице, они скукожились, конечно. Они, конечно, нахохлились такие, съежились. Но как только будет тепло, распустят свои листья. У Насти вообще такие красивые листья, изумрудно-зеленые. И плоды. Вот что хорошо. Все остальные, про которые я говорила, там таймы, роляска, метелица. Конечно, прекрасно. Они так же переносят. Они такие же толстоногие, мясистые. Но они уступают в плодах. А плоды у Настеньки такие, как бычье сердце. Они розовые. Вот вытянутые формы. Видите, она уже начинает как вытягиваться. Она не то, что сердцевидная. Я ее называю, хотя сердцевидная. Но у нее нижний конец тупой. Он сердечко не острое. А вот как их называют, почковидные. Вот как-то так, что он вытянутый, но круглые внизу. Не как ботяня. И плоды, конечно, в плодах Настеньку не переплюнет никто. Она и лучше демидовая, и лучше всех этих таймыр аляски, которые помельче. Плод крупный, может быть 500 грамм, полкилограммовая такая розовая Настенька. Вот так разломишь, если не ножом разрезать, а разломишь. Такая сахаристая мякоть, такая сладкая. И если вырастить нормально, если за ней еще поухаживать, плюс к дежурному уходу что-то еще чем-то ее побаловать, может быть там и подкормить лишний раз. Прекрасные, сладкие, замечательные плоды. Можно делать салат, можно делать все заготовки. И как вы поняли про Настеньку, я могу говорить вечно, надо меня останавливать. Я тут лежу, говорю, говорю, я могу про нее рассказывать часами. И понимающий человек, он уже давно понял, что я бы не стала... Я не каждый сорт хвалю, вы же видите, что не все же я сорта так... Ну, Настенька очень хороший сорт, и кто ее хоть раз выращивал, вот в прошлом году, кто первый раз посадил, в позапрошлом году. Все говорят, правда, какой классный сорт. Но один минус. К сожалению, семян почему-то Настеньки по всей стране люди найти не могут. У нас-то это, они вот это алтайские семена, барнаульская фирма делает в краевом центре. У нас они в каждом, не то что там в большом крупном семенном магазине, в каждом ларьке продается Настенька, Настенька. Для нас это не новинка, для нас это не диковинка. У нас почти в каждом огороде растет Настенька. Но с других городов пишут, даже название такое не слышали, и нигде не могут найти в магазинах. Ну, это да, бывает, наверное, все-таки она еще не распространилась. Но ждите, возможно, когда-то и к вам привезут вот этих очаровательных Настеньков. Настенек. Ну, короче, Настеньку. Ну, как-то, наверное, не знаю, почему она так недооценена, почему торговые сети не взяли ее на вооружение. Ну, возможно, потому что вот у производителя такое скупое описание. Детерминантный, 70 сантиметров, 300 грамм. Все. Ни одного такого какого-то положительного, восхитительного отзыва, хоть написали бы, что вот такая неприхотливая, выживает в любых, дает урожай в любых условиях. Написали бы так, люди бы ее раскушали, распробовали. Ее нужно один раз попробовать, вы влюбитесь в нее на всю жизнь. Ну, ладно, буду я заканчивать. Мне нужно работать дальше, формировать томаты. Не только Настенька же у меня. Сейчас еще расскажу про любимый праздник. Это тоже сибирский сорт, но тот отличается тем, что у него огромные плоды. Это вот Настенька, она не с огромными плодами. Я ее причисляю к середнякам. Ее хоть и можно вырастить полкило, но это вот на первой кисти и исключение. Обычно там 300, 400, 250 грамм. Но она берет тем, что она неубиваемая, что она вот такая неприхотливая, выносливая. А любимый праздник, он другой. Он уже тонконогий, он уже с нежненькими листиками. Его в тоннель не высадишь, как вот это под снег. Ну, все, до свидания. Про Настю я закончила. Про Настю я закончила. Про Настю я закончила. Продолжение следует...